И сказал Бог, я вам дам всякую траву и всякое дерево. Нет ни одной былинки земной, которая бы не одолела хвою человеческую. То есть нет ни одной травки, которая бы не одолела человеческую. Нет. Она уже 50 лет лечит зиоулами. Лечение зиоулами называется фитотерапией. В лесе чувствует себя как в среде родины и в среде своих близких. Докладно не имеет никаких секретов с зиоулами. Она говорит так, как с людьми. Моя мама была только четыре класы школы основной. Пытаłam, как можно лечить зиоулами, травами. Мама мне ответила, что зиоу лечит зиоулы. И Бог очень хорошо знает, как лечить организм. Это один случай, он рассказал. Привезли одного мальчика, зиоулами. Он уже не джерзал его голову. Оповем вам один пример. У одного хлопца болеал его очень брючок. Мама... Поведили ему хлопку, что он уже закончил зиоулами. Мама сказала, чтобы никто не подходит. И поила его, лечила его таким напоем, з коњскей травы. На второй день оказалось, что попец поднисл голову. У нас была семилетка, привозили раненых солдат. Мама занималася таким лечением зиоулами. Когда началась война, у нас тогда мы были 7-летними школы. Были страшные... Не было ни бандажа, ни не было какого-то приготовления персонала медичного. Мама была там день и ночь. А мы, дети... Привозили właśnie людей раненых до школы. Это были страшные часы, когда кладзено по-просто tych раненых людей в школах, так? Ранных жоунижей. И мама там тоже помагала. Мы были дети. Мы целый час доносили им покрытие. Мама просто рвала пресчерадло. Пресчерадло служило как бандажа. Удавало ей się привязывать właśnie те раны. И оказывало się, что это пресчерадло, подавляя, очень хорошо лечила всякие какие-то бактерии. Оказалось, что не было там, не было там żadной раны. Важно было, чтобы привязывать эти раны таким соком. Важно, что те пораненые головы были привязаны такими właśnie бандажами, насочаны właśnie tym соком из покрытия. И это помогало мне. Как только начинается весна, тепло... Оказывается, что эти жоунижи в целом, в целом двух часов уже лучше чувствовали. И просто приходили до здоровья. Так, моя мама таки таки простыми способами. Как только начинается весна, как начинается делать тепло, и отлично начинаются цветы. Отлично начинаются цветы. Отлично приходят листья. Отлично. Важно, чтобы тогда собрать коржени. Я особо же беру 25 родови коржени. А потом эти корени отдадут свою силу в лодыге, в листьях. Важно, что мы потом можем взрывать квиаты и листья, которые имеют силу с кореней. Позже квиаты, понятно, что обсыхают и с повротом сила отдадутся до кореней. Важно, чтобы оплёчь корени збирать листья. Быть может на pewno слышать листья, листья майовые и покрывые. Потом збираны тоже квиаты. Найважно, что такой збирь, то есть май, червец и липец, может быть тоже сирпень. Найважно, когда человек квитнет, говорим метафорически, от 17 до 35 лет. Важно, после покрытия, вот они умыются, росли. Важно, когда сильная покрыва, когда квитнет. А когда уже оквитнет, то тогда есть час на то, чтобы збирать зиарна. Потому что важно збирать зиоа тогда, когда рано, по росе. Потому что тогда збираем и концентруем энергию боскую. Они збирают эту энергию боскую через 4 годины. Потому что потом, по этих 4 годинам, это уже не такое доброе действие. Потому что по этих 4 годинам, зиоа уже прерабят всю всю эту энергию боскую. И я по-просто, как ходжу, обсервую домы. Входжу до дома и пытаюсь, что-либо вам помочь. В одном доме, например, я говорю, что маке целый диван зосфорюша. Это у вас лекарство. До другого дома входжу и пытаюсь, что-либо какие-то серцовцы. Если что-либо, то я говорю, что маке около зиоа, которое вас влечит. Такое, что Бог нам посыла зиоа, которое нас влечит, которое нам поможет. Важно, чтобы... Как пить такие зиоа? Важно, чтобы просто залать зиоа и где-то так, чтобы оно полгодины постало. Ну, так как с херватом, мы должны говорить, по полгодине он набирает эти właściwości лечничества, набирая мощь и тогда выпьем их. Моя мама была очень глубоко влечащей. Были такие часы, когда приехали до нас люди с Робиона и казали сделать крыжи. Но мы себя спутывали, говорили, что мы не будем этих крыжей займать, что мы не будем отрекнуть от веры. Мама сказала, что не займемы крыжей в доме. И просто нас не хотели в школе. Так? Выучили нас из школы. Влажно из того, что мы отрекли от веры от веры. Зреклинували из отдания крыжа. Я знаю очень давно, когда мы начинали здесь крыжей, она очень много дала, очень много лет, но самое главное, что она объединила множество людей на своей заженности. Смотрите, в каких ситуациях, в каких вариантах живет эта пани. Много мастерства мастерства, мастерства мастерства и это факт, который очень любит людей. Люди верят, что это знамерка, которая лечит зиоами. И есть очень близко Бога, очень верующая, очень просто душа. А там нет, туалет, терапинка и все. И люди все приходят, а люди приходят все. и все приходят, и все приходят своим болем. И все, что хотят. Люди верят, что лечение з ее ромки выходит по просто. Такая библия мастерства 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 и она точно запала людей до себе и их очень вернувает. Все больные, все больные. Травка медицина, вот сколько там поколений у меня было. Всех лечит. И слава Богу. Мастерства На початку я в гуле не могла в гуле запросить людей до того, чтобы им триггазать свою wiedзу. И Мастерства которую лечит, и который тоже Когда я больше обучала, то был Новиков. Самый лучший, который учил, это был Новиков, Игнат Трофимович. Он был четвертым заместителем, сначала Черномырным, а потом Рысковником Николая Ивановича. Он был очень здоровым человеком. Он был очень больным. Он был очень больным. Как раз был Горбачев. Когда я помню, когда Горбачев был много ministров. Он был очень больным. Он был очень больным. Но я ему сказала, что это было 19 лет. Он был очень больным. Я тогда сказала ему, что если меня он послухает, то через полтора, в целом полтора, он будет до встречи с вероятностью. Министр собирается, и очень много пьет вина. А вина у них, знаете, как их? По заказу. По заказу. По заказу с молодой и за армией по заказу. Ужимают много алкоголя, много пьешь вина. И это были чаще такие такие замовления первые. Тот человек срегновал из мяса. Я тоже сказал ему, что он не должен ехать мясо. Важно, чтобы он живет очень отживными продуктами, а очень отживными элементами. Ну и выздоровел в эффекте. Так на самом деле, он не был уже смущен ходить о ласце. Его силы очень поправили. Он начал порушать себя самодельно. Я покажу вам такое зио. Он очень высокий, очень красивый. И так на самом деле, те квиточки квитную только один день. Потом уже всыпляют, обладают. Тыми квиточками могу лечить дети, какие-то шорения. То есть запаления всякого рода ухода отдыха. Смотрите, на очень желтые квиточки. Желтые квиточки, прежде всего, лечим вонтровы. А тут румианок, по-просто, с ласцинского календула. Часто в угродку тоже люди садят этот квиточек. На тогда такую функцию декорационную. Девчонка вонтровы. Запоминайтете, пожалуйста, что жёлтые зиоа лечим вонтровы. А румианок лечит еще певные сухорения, по-просто, раковые. Как сейчас заливать, как приготовить румианок? Для вонтробы лучше с желтой растения. Важно, что те зимы тоже лечат схожения раковые. Лечит всякие нервные схожения. Хочется здесь о лебиоде. Лечит очень хорошо какие-то неврологические схожения, например падачка, эпилепсия. Это называется российский сердечник. Человек, который хорит на сердце, важно, чтобы использовать этого зиоа. Это зиоо лечит вселенные схожения с сердцем. Он точно подносит человека с постили, с лужка. Он часто можно найти где-то в герах. Это зиоа очень хорошо на сердце. Это зиоо с фиолетовыми киатками и очень хорошо также лечит kobицы схожения. Смотрите, сколько зиоа нам дает створца. Это зиоа как раз eliminает все процессы запалные. Здесь в нерках, в вонтробе. Если вы будете хори, если вы жили себя чувствуете, здесь в том, что replies, это зио. Сейчас в холодных киаток. Возвращение киаток тоже бывает. Он также работает лечить на вонтробе. Это не правда. Это действительно. Возвращение зио зио. Это зио. Он имеет достаточно приятный смак в пищу. А вот это травка, это зоо. Вдается, что его выглядят не очень очень показательный, не очень импонирующий, но это зоо акуратно лечит вселенные шорения отдыхные, также лечит шорения астматичные, также запаление плук. А то зоо так на правду квикне очень быстро, корень нету, над землей. И так на правду те корень очень хорошо работают во всяком роде узнавлениях от алкоголя. Даже тогда помогает это зоо, как кто-то макакат, на зальтр, по выпить алкогол. По-просто поводует вымиоты и усуга токсину с организма. Зоо то можете найти везде. Есть это очень популярное зоо, потому что так на правду зоо то потребное есть всем. Всего рода артрозы, какие-то процессы запалные в костиах, в стахах, тоже лечит. Также лечит запаление плук. Абсолютно все. Все. Есть придано на все хорения. Так на правду завиера очень много соли. Также раскруша, eliminирует, разбије каменье в нерках. И также каменье в нерках, каменье в воречку желчевом. Когда он за три месяца раздроби эти все камушки и вывозит. Так на правду люди не смусени ищи на операцию, на ингеренцию хирургичную. Если могли бы по-просто в ciąгу трех месяцев себе покручить то зоо, залать и регулярно пить. Так же, посмотрите, какая сила и какая мощь есть в этих зооах. Так на правду это зоо ма очень много солену. Мы говорим, что нам очень мало солену. Встрече можно было увидеть, что на полах очень часто та коњчина росла. Это так на правду была хорошая карма для наших крух, для нашего быдла. Но zwrите внимание, что это тоже очень придано для людей. Даю это также ослабенным детям. Встрече, как есть кто-то апатичный, такой, анемичный. По то заливася коњчина, чтобы усмочнить. Также важно, чтобы коњчину пили ци, которые стоят по операциям. А вот это зоо, которое я сейчас показываю, называется это цыком. Это зоо. Это зоо на таке пища, что если бы все заквитло, то точно бы все осталось, потому что кто-то потерял бы эти цветочки, когда сердце болит. Важно, чтобы просто не знижать эти цветочки. Зоо то пием тогда, когда болит сердце. Это цыкория, подрожник. Важно, что это тоже хорошо работает на пищу, на пищу. Так на правду вся зима покрыта есть лечничными зооами. И в этом месте, в котором я показываю, как бы мы тут пошли, где-то 20 метров, то можно так на правду найти сотки трав. И так на правду не ма жадного зооа, которое есть непридато. Все лечим, все все придают. Мы живим, отживимы себя тем, что дает нам земля. Все походит из земли. Мы отживимы себя и мы также лечим себя тем, что походит из земли. И как-то стараюсь выучить сейчас отношения с другим. Но есть хирург. Приходит человек до шпитала, собирается консилиум, чтобы определить, что ему далеко. Сегодня у нас есть совершенно другой статус. Есть очень хорошие хирургы, за которыми я себя модляю. Таким хирургом был Амосов. Он спросил, почему поделили медицину на такие 18 дисциплины. Если кровь есть чистая, то тогда человек не захорует. Но в нашей крови мы холестерол. Он отвечает за все схожения кардиологические. Если мы сухи, мы сухи, мы сухи. Если мы какие-то хлорыды, появятся просто схожения раковые. Все хирургы, все хирургы, все хирургы, все хирургы. А кровь? Как можно лечить отдельный, отдельный орган? Не ма такой возможности. Можем делать холестически. Можем делать в порядке. Мы целым, одним организмом. А если кровь есть чистая, то человек не хорует. Если укуем, то сразу появится кровь. Если укуем кого-то, то появится кровь. Кровь является пленем жизни. Еще раз подкрощаю. Если кровь есть чистая, то человек не хорует. Я стараюсь чистить кровь. И от вселенного рода, каких-то сухов, от зенечисления, от токсин. И он сказал, что сердце вас не было. И был лекарь, рангер. В способе задививаясь не лечил людей. И он сказал, что сердце начнет souffRAعت от едения. И от нервов. и от нервов. Иных причин не было. Потому что, как мы очень много тушечки, то эти тушечки в крови откладывается холестерол, который так-направда запыка наши нотыния крвионощные, нотыния волосовые и мимо жилы и, главные аорты, они просто запханы. Так-направда, мы эти капилары запханы таким едением. И вот Лангер, у него была очень мудра, очень ракональна. В 30-х летах зрезыгнували с его науки. Почему? Потому что, по-просто, эта наука Лангера была невыгодна. Науку заменили и таблетками. А так-направда, таблетки принесли по-просто, зыск нашему пациенту, ведь выбор тут был очевидный, почему такая тенденция. с этой науки Лангер. Если вы говорите, что это растительность, от жилого леса там в таблетке, нет. Практически żadной корысти для пациента. в таблетке, в таблетке. Я часто пыта, почему лечите элементами мертвыми? Преще таблетки это элементы мертвые, не живые. Так-направда по таблеткам ничего в организме не остается. потому что там путь, коробочку и пакетки. Таблетки, как вы знаете, досконально обрабированы, они прекрасно обрабированы, чтобы они были супер формы, чтобы они были красивыми, важными, чтобы они тоже долго выдержали таблетку, до двух лет. На этом тоже полагает бизнес, на этом полагает спрета этих формaceutиков. Аптеки выросли как гребы по дешцу. Подала вам тут какую-то цифру, которая шаловне в последнем время. И так-направда в большинстве таблеток есть какие-то суplementы, какие-то утуленики, а не это так-направда на добро справа элементы лечничные. Проводила разом с другими людьми такие прелекции, занятия. И она оповидала нам такие мисокрычные, страшные вещи, что некоторые допускали збродни люди в бяных фартухах. мы были невыгодны, поэтому закрепили нашу кафедру. Это место, где мы имели право проводить какие-то погадания с людьми. Я могу только читать мои выступления, мою виду могу показывать в специфичный способ. Как тут не быть вдячным, скоро створца нам даёт всё, и всё, что нужно для лечения. вопрос почему люди chorуют? Наша фабрика красноярская была sprzedана Немцам. Зоула są прекрасно опакованы в piękных опакованах, но никто от меня не отшел просто и узнал, что надо зоула. Я всегда ущиадам людей, чтобы позбирали зоула, чтобы познакомиться с покрымом, с другими зоуами, которые росли, чтобы научили 5 зоу основных, которые будут росли зоула будут этим людям помагать, будут их лечить. Мы все связаны с как человек может жить без лонки, без солнца, без зиоу? важно, чтобы зоула были сушены в зене, потому что, если трава, зоула будет высыхать на солнце, важно, чтобы это было в привитровом помещении. под каким-то дашком, можно в доме, но в таком полиции. Складывать нужно в каких-то таких workах очень приятных, могут в месяцах до года, до 1,5 года, а потом остальные уже не имеют таких возможностей. Так, что под двух лет уже не имеют возможностей. Но конечно, вверху их не нужно, потому что могут им тоже придать. Как понимать, сейчас все ходят в или у него ксида. Он сказал мне, что у него много сухожей таких, раковых, что они не дают себе уже рады. Моги себя о том, что так на правде творца лечит хоробами, так? Потому что люди свои процессы ущербняют. Моги быть вера. К этому всему есть нужна вера. Человек здоровее тогда, когда верит, когда он покорный во время жизни. Смотрите, как только появится солнце, в весне можно поделать и квиаты, и листья, и множество корзин. Сбирайте это все, то, что можете. Потому что это все так на правде это все праведливости творцы. Тем керует. Бук. Все это идет по Божьим законам. По Божьим законам. Бук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok